В целом два года. Нет, полтора. Все, акт подписан. Полтора года. А должны были четыре года и месяц стоить. Очень большие площадя под самим мостом, под поводком. Да, но ты же там стоянки делаешь. Да, мы их делаем полностью по стоянке. Железнодорожный вокзал, автовокзал и полоцкий рынок. Мы снимаем с города тоже нагрузку и практически размешаем под полотно. Кольцово-Крухлитевска. Здесь это дорога на городок и дорога на Полоцк. Минтрансу поручение. Надо соединить. Мы разгрузим город. Все направление с Полоцка идет через центр. А новое строительство 10 километров 124 миллиона. Это желтые 10 километров? Да, вот это вот. Хорошо, подумали. Надо проект посмотреть. Ну, это надо делать. Я считаю, что все города надо обходить не только такие большие, но и малые. Поисшим решение этого вопроса. Можилые мягкие рельсы, европейская технология. Трава идет мягкая. Ну да, это отдушина. За полтора года жители Витебска, конечно, намочились. Это проблема была. Строители молодцы, конечно. В такое время такое... Молодцы. Тяжелые времена скитаний по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в Витебске, когда этого путепровода не было, был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли на полтора года, может, даже чуть больше, и начали строительство этой развязки. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже. Вы построили раньше, даже чем мы планировали этот путепровод. Вообще, по плану, ну, говорят, надо 4 года было. Я, конечно, в 4 года не верю, но то, что вы за полтора года построили этот путепровод, мне тем более не верится. Благодаря вам обновление Полоцкого путепровода завершено на несколько месяцев быстрее. И очень важно, что мы этот объект сдаем к нашему славянскому базару. И приедут гости не только из-за рубежа, но и из Беларуси. И увидят современный красивый город. Очень современная, очень красивая, очень удобная получилась такая развязка. Это памятник на века, который оставляем нашему славянскому городу. Это важнейшая развязка, важнейшая дорога, и мы ее сделали. А значит, для жителей Беларуси, для наших гостей, наш Витебск стал еще более привлекательным. Открывая недавно такой же мост через СОЖ, я говорил, что это важнейшее направление нашей деятельности на предстоящую пятилетку. Нам надо построить в стране будет 18 крупнейших мостов или модернизировать. Они себя уже и жили, и дальше строить не могут. И около 40 небольших мостов. Я так говорю перед мостостроевцами, нашими строителями, что без работы вы не останетесь. Главное, чтобы не обижались, что придется работать круглые сутки. Редактор субтитров А.Семкин